Всем привет! 14 мая 2021 года. Вот смотрите технология приготовления оладьев картофельных, которые мне очень нравятся. Вот видите. Все на самом деле очень просто. Это я сейчас переложу, чтобы лучше показать, как я это делаю. Кстати, жарится на медленном огне в настоящий момент. Медленный огонь у нас. Так, выключим. Давайте. Так, значит, вот берем прям вилочкой и вот так на сковородку. Состав. Это я, значит, картошку потер на терке. Сейчас покажу. Вот такая терочка. Потер на ней картошку. И вилкой вот так вот в натрусочку на сковородку кладу. Всего-навсего здесь смешана тертая картошка с яйцом. Тертая картошка с яйцом. Вот таким манером вот распределяю по сковородке. И она быстренько достаточно, картошка с яйцом это поджаривается. Ну там пар картошечек небольших, одно яйцо. Все. Ни соли, ничего. А стенки сковородок вот этих тонкостенных. Смазаны каплей растительного масла. Причем я вот как смазываю. Беру, например, на сковородку, еще на холодную. Капаю масло, а потом вот этой вот, как сказать, половинкой лука растираю по сковородке. Вот. И получается тонкий-тонкий масляный слой. Тушимасло это калории. И таким образом, в общем, поджаривается. Видите? Довольно быстро. Такая аппетитная лепешечка. Опа! Давно хотел этот ролик записать, показать, как я делаю картофельные оладьи, которые мне нравятся. Это очень диетический продукт, потому что калорийность посчитать. На самом деле просто. Одно яйцо, это около ста килокалорий. И две картошечки небольших. Это тоже килокалорий, там, 150 или 200. Смотри, какая картошка. Ну, короче говоря, 300 килокалорий. Вот вся эта довольно-таки большая порция. 300 килокалорий. Сковородки, да, они очень красивые. Но, понимаете, мне нужен результат. Они тонкостенные. На них очень быстро это все готовится. Вот. Ну, я их использую пока. Очень быстро. Сами видите. Буквально вот на ваших глазах поджарилась такая вот лепешечка. И поскольку масло растерто тонким слоем по сковородке этой луковицей. Ничего не пригорает. Еще, кстати, и потому не пригорает, что я в натрусочку вилкой накидал вот это вот картофельное тесто. Вы видели, как распределил. И поэтому она слегка лежит так на сковородке и поджаривается. Она не прилипает к сковородке. Вот такая вот технология. Ну, просто акцентирую, что стенки сковородки должны быть очень тонкими. Ну, вот видите, буквально там полтора миллиметра может быть. Может, миллиметр даже. Не знаю. Скорее всего, даже миллиметр или меньше. Я не знаю. Ну, тонкая сковородочка. Вот. Каплю масла растереть. И на терке на такой вот... Ну, это Никис, белорусская терка обыкновенная. Взял, потер картошку и все. И половинкой лука размазал масло по сковородке. Все. Вот такой рецепт. Попробуйте. Если вам понравится, пишите отзывы. Может быть, какие-то свои рецепты. Но я просто не хочу ничего тут добавлять. Ни соль, ни масла, ничего. Ни лук. Чтобы продукт был максимально сытным. Чтобы он был максимально сытным и диетичным. Потому что 300 килокалорий вот в такое блюдо, это на самом деле совсем немного. Это, наверное, восьмая часть дневной порции. Вот. И с чайком рекомендую, пожалуйста. Ну, а если хотите там повкуснее сделать, можно там и сметанки положить, и маслица, и сырку потереть. Кому, короче, что. Вот такие у нас сегодня кулинарное утро. Вот. Мне это нравится. Я это ем практически каждый день. Приятного аппетита. Пишите отзывы, комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Дмитрий из Орла. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok